Боже, ущедренный, благословенный, просвети рецепт твоего на ней, помилый на ней. Аминь. Ты здесь святый искренний, просвещай и освящай всякого человека и грядущего в мир. Да знамится на свет лица твоего. Да в нем этот свет неприступный. Исправи стопы наших делу и заповеди твоих. Молитвен при чистой своей Матери всех святых твоих. Аминь. Стронной, мои воды, победительная, Я, выизбавшийся от злых, лампа дарственная, Вас венцовым тирамит твоего, Богородице. Но я поимущаю державу непобедимую. А сяких ножей свободен, а забегти. Радуйся, невеса небесная. Слава тебе, Господи, Боже, упование наше. Слава тебе. Слава отцу и святой, святому Духу и ныне и признаю его. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвен при чистой своей Матери и всех святых. Помилуй ты, спаси от нас, так и благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседы святителя Иоанна Златоустова. Будьте милосердны, как и Отец наш милосердный. Евангелие от Луки, 6 глава. Ничего столько не отличает христианина, как милостыня. Ничему столько не удивляются неверные и все, как дела милосердия. И мы часто нуждаемся в этом милосердии и каждый день взываем к Богу. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Наперед мы сами начинаем дела милосердия, или лучше сказать, не мы начинаем прежде, но сам Бог уже явил милость свою к нам. Будем же возлюблены, хотя позади следовать за Ним. Если люди милуют милостивого, хотя бы он сделал множество грехов, то тем более Бог. Послушай пророка, который говорит, а я, как зеленеющая маслина в доме Божием. 51 Псалом. «Будем подобны маслине, оградимся со всех сторон, заповедями, потому что недостаточно быть только маслиною, но надо быть и плодовитою». «Есть люди, которые подают милостивую мало, или во весь год однажды, или один раз в каждую неделю, или только при случае. Они маслины, но не плодовитые. И даже сухие, как подающие милостивую, они маслины, а как подающие нещедро, они маслины, не плодовитые. Будем же плодовитыми. Я часто говорил и теперь повторяю, важность милостыни измеряется не количеством подаваемого, но расположением подающего». Вы знаете, евангельское сказание вдовицы, хорошо всегда приводить на память этот пример, чтобы и бедный не отчаивался, представляя ее положившему две лепты. «При построении скинии некоторые принесли волну, исхода 35-й, то есть шерсть, но они не были отвергнуты. Если бы имевшие золото принесли волну, то были бы прокляты. Но так как у принесших ее только это и было, то они не отвергнуты. Так и Каин был осужден не за то, что принес жертву малоценное, но за то, что принес самое малоценное из всего, что имел. «Проклят, лживый», — говорит пророк, «у которого в стадии есть неиспорченный самец, а приносит жертву Господу, поврежденная из пророка Малахи. Не просто так сказал, но если имеет и бережет, то есть имеет что-то, а дать жалко на милостыню. Следовательно, кто не имеет, тот не подлежит осуждению, или лучше, тот даже достоин награды». Сегодня церковь так завершает память святого мученика Сазонта. Святой мученик Сазонт жил в начале 4 века. Был пастухом овец, но был христианином. И когда пастухи собирались вместе, он много всегда с ними беседовал. И здесь я вам истину евангельскую. О Христе, говорил многим, обратил ко Христу. И однажды, когда он сидел так под дубом, и ему было видение сказано, что ты должен пострадать за Христа, он встал и пошел в город. А там в это время было празднество божеству, которое чтили язычники в этом городе. Он тайно зашел в храм, где было это божество, остался там незамеченным. И когда все ушли, а идол был сделан весь из золота, он отломил у него одну руку, разделил ее намного и раздал ее нищим, бедным. Когда на другой день обнаружилось это повреждение, то стали делать исследования и брать многих по подозрению и мучить. Видя это, тогда Сазон, чтобы из-за него не посрали ноги, он пришел к царю и открылся. Это я, говорит, сделал это. Я хотел всего разрушить, но просто сил не хватило, всего не было разрушить, потому что я доказал, что он и все Бог, сам за себя не мог заступиться. Это не Бог, говорит, это ложное божество ваше, и вы заблуждаетесь. Его предали мучению, он был казненный, хотели тело его сжечь, но когда развели костер, то в это время пошел дождь, молния, и костер погас. И христиане в честью погребли тело святого мученика Сазонта. Вот память, какого мученика сегодня церковь и совершает память его. Завтра утром у нас в 8 часов будет молитва, вечером в 4 часа, завтра так же начало, потому что понедельник праздник, Рождество Пресвятой Богородицы. В понедельник вечером не будет службы, я уезжаю в Романово, там престольный праздник, меня настоятель благочинный пригласил туда, и я поеду в Романово. Храни всех Господь! Спасибо. 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 Спасибо.